Они сохраняют ремесла. В областном центре народного творчества открылась выставка промыслов Судогды. Местные мастерицы занимаются вышивкой и костюмом, а мужчины плетут пояса и корзины из сосновой щепы. Наталья Паинцева пообщалась с ремесленниками. Судогодский дом народного творчества появился в нашей области самым первым. Ему уже 20 лет. Настоящая гордость – коллекция рушников. Мастерицы вышли более 200 штук в пору отдельную выставку открывать. Домотканное полотно привезли из этнографической экспедиции в середине 90-х. Оно чудом сохранилось у одной из бабушек. В этой экспедиции мы нашли или отыскали более 100 метров домотканного холста, который мы сделали из него и рушники, и часть холста еще хранится в Доме народного творчества. Такая находка – большая удача. Ткани наши прапрабабушки относились очень бережно. На своем мастер-классе Ольга Чемоданова показывает, как из лоскутков крестьянки шили сумки-лакомники. В традиционном русском костюме карманов не было, они появились в конце 19 века. А мелочи, особенно сладости, надо было куда-то класть. Раньше что дарили в подарок детям, молодым девушкам, парням, ну вообще домочадцам, вообще баловали, наверное, сладостями. И вот это лакомство, которое привозили, а это были в основном хорошие прянички, может быть, это не было конфет, были куски сахара, да, были баранки, бублики. Это все считалось лакомством. И чтобы не носить это в руках, допустим, если человек не сразу это съел, то он мог положить это все в кармашек. Лакомка подвешивалась на пояс – обязательный атрибут женской и мужской одежды. Судогодец Андрей Анциферов показывает, как прилип пояса на дощечках. В этом деле он мастер. Нам надо два цвета, желательно контрастных. Пояса плили из льна, хлопка, шерсть, иногда в ход шла крапива и конопля. Занятие это для усидчивых людей, потому что плести придется долго. Пояс дает усадку, укорачивается почти на треть. Орнаменты в разных губерниях были свои, судогодцы до сих пор собирают традиционные узоры. Впрочем, мастера не только изучают и сохраняют старинные ремесла, но и осваивают современные техники. Например, дизайн из природных материалов. Кажется, это акварель, на самом деле рисунок из перьев.